Стремятся поменять предвыборных коней, чтобы быстрее добраться до власти. В преддверии грядущего голосования за кандидатов в областные депутаты, партия власти спешно меняет существующую избирательную систему в направлении, выгодном для себя. Тенденцию сегодня раскритиковали представители разных партий. КПРФ, Гражданской платформы, Справедливая Россия. И Анна Хромова о последних избирательных новациях. Оппозиция против. Принятое накануне решение отказаться от деления единого списка кандидатов на общую и территориальную часть взбудоражило оппозицию. Законопроект с таким предложением был внесен в областную думу еще в декабре единороссами, но рассмотрен на комитете по законодательству только накануне. В едином партийном списке не будет так называемых паровозов, известных политиков, которые потом не идут работать на местный уровень. Другие партии увидели в этом корректировку выборного законодательства под единую Россию. Формально это для того, чтобы убрать паровозов. По факту это для того, чтобы убрать маркер. Ну, отторжение Единой России в обществе Ярославской области достаточно сильно, поэтому если человек будет, грубо говоря, получать бюллетень, в котором написано Единая Россия, даже если там тройка уважаемых людей будет, то он будет голосовать против. Но если это все как бы спрятать, если человек будет получать бюллетень, в котором написано Петров, уважаемый человек, даже если в скобочках будет написано, что Единая Россия, то человек будет голосовать. В ситуации, когда акцент будет делаться на фамилии кандидата, а не на партийные принадлежности, Единая Россия может набрать больше голосов, как это случилось на муниципальных выборах в октябре, что и требуется правящей партии. Однако в результате ущемленными оказались некоторые избиратели. Фактически делают двух одномандатников. Сегодня одномандатники побеждают там, где большие деньги вложены. Без денег сегодня одномандатник победить просто физически не может. И они вместо того, чтобы партия выставляла по партийному списку, не делают второго одномандатника. Это называется партийный список. Но не общий, а человек привязан к территориальной группе. Мы в прошлый раз, когда были выборы в муниципалитет Ярославля, говорили, не будет в каждом округе избрано по два депутата, как вы людям обещаете. Вы обманываете избирателей. Как не будет? А смотрите, где-то четыре, где-то три, где-то один. То есть они запутывают людей. Накануне была отклонена поправка коммунистов, которые предлагали самим партиям решать, нужна им общая часть списка или нет. Комитет решил убрать варианты. У них, во-первых, похоже, нет лидера, который повел бы партию «Единой России» на эти выборы. Это во-первых. Во-вторых, они хотят размыть опять выборы, они хотят размыть партии. Они опять будут скрывать о том, что их кандидаты будут скрывать, что они идут от «Единой России». Они опять будут декларировать о том, что дело не в партиях, а дело в людях. А результат обмана мы видим в муниципалитете, где большинство фракций «Единой России» блокирует практически все, что вносится в мэрии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято всем депутатским корпусом. Учитывая, что в областной думе депутатское большинство составляют единороссы, результат голосования можно предвидеть. Яна Хромова, Михаил Орлов, Городской телеканал.